Борь, короткий вопрос. Ты же занимаешься джиу-жицу, да? Да. Часто? Достаточно. Давно? Больше 10 лет. А, ну, значит, что-то шаришь. Я стараюсь. Я работаю над этим. Ты считаешь себя профессиональным спортсменом? Да. Компетитором? Уже нет. Уже это время ушли. Я был. Хорошо. Ну, ты тренер. Я тренер. Какой возраст занимающихся ребят у тебя? 21-21. Ну, средний возраст возьмем это 25-30 лет. И вот скажи мне, ну, понятное дело, что они все непрофессиональные спортсмены. Вот сколько нужно, с какой периодичностью нужно выступать вот таким вот лайфстайлером, не компетитором, да, но тем не менее выступать на соревнованиях, чтобы быть в форме и чувствовать прогресс в своем джиу-жицу. Сколько нужно соревноваться или тренироваться? Соревноваться. Соревноваться? Да. И вообще, может, не нужно? Нет. Нужно выступать в среднем от трех-четырех раз в год. Ну, и сразу раз в квартал. Это прям минимум-минимум. Вот даже если человек вообще не хочет, там, становиться спортсменом, еще что-то. Ну, просто... Нет. Надо, 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 надо сразу соревноваться. Значит, начать нужно с того, что он приходит, просто болеет. В водичку подать, потрясти, в нем загорается такой азарт, и он думает, блин, там такие же, там, мастера или такие же, как я борется по силе, то есть, чтобы не выскучить. Этот заряд в нем просыпается, и человек, хочешь, не хочешь, сам приходит. Как бы это его мотивирует, он увидит свои ошибки лучше, намного лучше. Он приходит на тренировку, уже думает, вот, мне надо вес сделать, у меня тренировка, нельзя пропускать, а то плохо задушу на соревнованиях. Какая-то мотивация присутствует. А те, кто прям соревнуются, есть такие ребята, им можно и десять делать. Десять в год, сейчас соревнований много можно найти. И джиу-джитсу, и невазы, и греппинг, то есть, джиу-джитсу вот так хватит вам. Один рупинролинг, мне кажется, он каждый месяц полторы идет, если не ошибаюсь, ну, полтора-два, что-то такое, такая периодичность, вот. Так что, держайте, ребят, нужно соревноваться. У меня такой к тебе вопрос есть. Средний возраст, занимающийся в твоей группе? У меня только взрослый, средний возраст, наверное, лет 36, наверное, где-то так. Поэтому у нас средний возраст в команде, это, наверное, мастерс 1, 30-35 лет. Тогда вот сразу, я так аккуратно подвел просто к следующему своему вопросу. Человеку, который, ну, понятное дело, что в возрасте 30-35 лет человек не планирует стать профессиональным спортсменом, но если человек вот не компетитор такой, не профессиональный спортсмен, буквально лайфстайлер, сколько ему нужно выступать на соревнованиях, сколько раз в год нужно выступать ему на соревнованиях, чтобы поддерживать свое ощущение формы, и расти в джиу-джитсу. Или, может, вообще начать не надо? Я думаю, что это зависит от, у каждого это зависит от того, насколько ему хочется много выступать. В целом, неплохо было бы выступать хотя бы раз в три месяца, но, так как ты сам подметил, это люди не профессионалы, у них есть работа, у них есть какие-то семейные дела, и если вдруг получается так, что у них выступление реже, ничего страшного не случается глобально, даже от результата соревнований ничего не меняется, это нужно понимать. Поэтому таким ребятам я посоветую выступать настолько много, насколько им хочется, да, то есть, ну, понятно, что как у них будет получаться, много или мало, прежде всего, насколько хочется. Я рекомендую, наверное, хотя бы раз в три месяца пробовать свои силы, потому что любые соревнования, это просто поиск, это быстрый поиск ошибок. Независимо от того, выиграли вы схватку или проиграли, вы наверняка у вас будет какой-то момент, где вы почувствуете, что вы можете стать лучше. Скажи, вот как тренер, как Black Belt, да, такой вопросец, вряд ли у тебя в группе, ну, вряд ли группа состоит из профессиональных спортсменов, которые там занимаются джиу-джитсу и больше ничем не занимаются, да? Конечно, я вообще считаю, что джиу-джитсу может заниматься любой. У меня в команде стоматологи, бизнесмены, нейрохирурги, кого только нету. Вот сейчас я так на память не вспомню, но мне кажется, в каждой отрасли, которую можно назвать, найдется джитсер. Это вполне доступный вид спорта, и у меня ребята как раз такие. Вот в связи с этим вопрос. Твое мнение, сколько нужно, условно говоря, выступать на соревнованиях в течение года человеку, который не мечтает стать там выдающимся компетитором, забирать медали на чемпионатах мира и Европы, но при этом, чтобы чувствовать себя плюс-минус комфортно и понимать, что его джиу-джитсу развивается? На самом деле это индивидуально. Я знаю ребят, которые вообще не выступают и борются на уровне блэкбелтов. И есть ребята, которые выступают прям чуть ли не каждую неделю и не растут. Поэтому тут надо смотреть индивидуально, смотреть по состоянию здоровья. Но я бы в среднем делал бы раз в два месяца выступления и относился бы к этому как к тусовке, а не как к соревнованиям. Ну вот своим-то сколько рекомендуешь выступать? Вот в среднем, да? Мы делаем так, мы делаем два турнира не крупных и стараемся ездить на выезды, такие как крупные турниры, где много народу один раз в три месяца. Окей, ну тогда если говорить о крупных турнирах, на предстоящем в мае чемпионате Евразии, ребята будут выступать? Конечно, обязательно. Обязательно. В каких поясах они у тебя борются сейчас? Я думаю, что мы во всех выступим в этот раз. Но мы в принципе всегда выступаем во всех. И в черных? Да. Пользуясь случаем, тренерский состав, который только выводит ребят бороться, выходите с ними тоже. Я понимаю, у вас там, вы тренируете много, не так занимаетесь. Перешли уже в мастерс, да? У кого-то показатели упали. Но, когда вы зовете ребят бороться, им очень приятно, когда их тренер с ними в уходе. Есть такой нюанс. Люди боятся, что если не проиграют, ну, какие-то ученики уйдут. Кто уйдет, бог с ним. Вам такие люди не нужны, ребят. Кто шарит, тот останется с вами. Боритесь. При проигрыше ваши хорошие, верные ученики будут с вами. И еще крепче, сильнее будут вас любить. Зачем нужно бороться, чтобы понимать, как вашим ученикам тяжело бывает вес гонять. Давно ли вы сами вес гоняли? Когда это было? Пять, шесть лет назад. А сейчас гоните вес два-три килограмма. Продышитесь. Пропотейте. Мандраж почувствуйте. Может быть, вы своих учеников будете по-другому любить. Лучше понимать. Поэтому, ребят, на разных уровнях. Но выступайте. У меня все. Увидимся на Евразии. Увидимся на Чеконате Евразии. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ